ла-ла-ла-ла друзья мои всем добрый вечер всех приветствую что-то мне так захотелось включиться думаю дай-ка я включусь мне муж тут наставил просто кваши у нас девочки вечер вечер этого же дня сегодня вылаживала видео в общем как нам привезли сено сегодня нам привезли сено еще просто кваши что не понял еще дай еще сено девочки привезли мы с сеном заходила почитала комментарии девчонки пишут что очень дорого ну девочки да сейчас все дорого что делать жизнь дорогая дорого да все дорого что сделаешь у нас несоответствие зарплат и цен так живем выкручиваемся как-то так что ну по крайней мере сено сено мы запаслись ура ура а своя просто квашка свое молочко своя сметанка да кто-то написал девчонки проще купить ну купить мы покупали у нас всяко было а когда продали первую корову помнишь саша мы вообще как мы обзавелись коровой девочки мы обзавелись мы до этого раньше держали в общем когда жили савина держали коз коза коза у нас не у нас самая первая получит получилось тёлка получилось самое самое первое когда мы только жить начали моя бабушка отдала тёлку нам в общем но мы муж уехал в чечню тёлку я там додержала до какого-то момента в общем мы письменно раньше ну были телефоны переговоры заказывал несколько раз а в основном только письма мы в письмах девочки мы там ругались я по нескольку раз эти письма переписывала писала что-то получит что-то не получит что-то я получу какое-то письмо допустим от него в общем мы не могли сойти себе мнениях я думаю ну все у нас будет развод у нас значит развод ничего у нас не получается он там где-то в чечне мы тут с детьми значит дети учатся в долматово я уже получается беременна он приезжал вот в отпуск приезжал ну он год год в чечне был получаться ну в общем я с этой тёлкой промучилась как говорится с животом тюки таскай туда-сюда это все на вас убирай ну ладно и в общем я ее в апреле получаться отдала отдала ее матери мать приехала забрала все а муж приехал в мае я конечно потом пожалела блин вот видишь как вот не это не договоришься нормально как не слушаешь меня и так получаться ну поставь куда-нибудь туда подальше и все и получаться мы остались без тёлки он пришел в мае с чечни в июне марина у нас родилась ну и получается мы приобрели козу наша первая коза опыта в дойке у меня не было я не доила ни разу но я знала как это делается визуально я видела всю жизнь как говорится всю свою жизнь видела как бабушка доила на ферме там тут мы ездили к тётке в гости там в общем ну опыт у меня была как сказать теория теория была на практике я не пробовал ну в общем купили начала доить все у меня получалось я знала что я смогу все у нас вроде как ребенок при молоке был и куда собрался за матрейкой глаз до глаз надо он все игрушки разбросал лыжные ботинки он уже куклу в этот сходил в ванну бросил купаться мы помылись я его накупала парня он уже на лыжах парень собираться ну чё смотрите за ним кто-нибудь смотри на там мой крышки сейчас куча банок будет в общем вот так вот девочки мы заводили заводили свое хозяйство пытались заводить и без хозяйства мы в принципе жили но были эти такие промежутки короткие короткие промежутки без хозяйства потому что с хозяйством все-таки жить веселее веселее интереснее разнообразнее кажется но единственный минус во первых хозяйство никогда не бросишь поскольку мы заводили у нас было по 12 этих головешек головушек козы овечки ну что держим держим года два-три потом я говорю все но нет сил надо это ты постоянно там внимание уделяешь скотине больше надо семьей находиться все возьмем продадим продадим немножко по съезде вроде как гости по отдыхаем но ненадолго это все и снова как говорится снова заводим скотину потому что хочется своего домашнего ну и вот и как с коровой тоже получилось получается уволилась девочки я работала социальным работником кто еще не знает еще не слышал кто-то написал нефти кто это ты работала без году неделю не важно сколько я работал но я работала я работала еще бы работала я бы не уволилась но мне получается моя мать привезла мне бабушку и бабушка была как говорится старенькая она требовала внимания ухода плюс дети дом и мне пришлось уволиться в общем уволилась а что делать я давай купим корову и получается мы сразу же приобрели корову я в сентябре уволилась в октябре мы корову купили все купили корову наша первая корова была юлька мы ее держали в общем держали держали потом продали и без коровы мы прожили буквально пусть полгода где-то девочки хочется творожок хочется молоко не скажу что прям хочется потому что молоко я не пью парное я пью только кипяченое то редко сейчас я вообще не знаю у меня какое-то такое состояние сейчас токсическое мне так плоховато вот и получается сейчас я не знаю что мне хочется у меня последние вот эти вот дни как-то мне хочется того хочется другого другого вроде непонятно чего хочется и потом в итоге ничего не хочется чем вот такое состояние и все хотелось творожка а где творожок возьмешь на на рынке в общем я как говорится уже пройденный этап я уже брала у многих брала возьмешь и все не то все не то творог он как обезжиренный он то с запахом только катал волосина то еще чего-нибудь все идет уже от какой-то отвращение я думала свое есть свое очень сложно найти человека который будет говорится делать так как как вкусно чисто и не на продажу а тут вот как на продажу специально на продажу надо делать хорошо чтобы людям хотелось брать а ты вот возьмешь один раз и все и уже брать не хочется ну давай стул то вот сюда ставь мне на стул и все и получаться пришлось нам снова обзавестись коровой потому что покупала я магазинная катайская наша да у нас тут катайский маслозавод у нас делают изготавливают молочко изготавливают наверное сухого молока хотя раньше вроде по деревням закупали молока сейчас какие деревни где ну так чё ты там на вот эту банку ну ты поставь говорю сюда вот вот сюда но смотри не там банки поданай и все никакого молока творог там непонятно какой а вы душа свой творог когда ты кушаешь свой творог ты этот вкус знаешь и ни с чем не сравнишь также как мясо некоторые не знают мясо в морозилке когда полежит оно не свежее оно уже не вкусное когда но то только-только как говорится свеженько это выливать совсем другое мясо молоко точно так же хоть и написали что девчонки там пишут выбор большой есть выбор нету выбора нету его много да кажется вот придешь магазин такое разнообразие полки забиты это еще и всякое разное молоко но оно все не вкусное свое есть свое даже свое молоко у кого-то коровушка дает вкусное молоко у кого-то не очень у кого-то она пожирнее у кого-то но не такое жирное молоко разное так что со своим конечно девочки не сравните корове попускаться не хочется хоть и конечно дорого но она себя окупает она же дает молочку молочные продукты вот сейчас сметану соберу муж взобьет масло будет свое масло потому что тут вот у нас получилось что масло кончилось а что делать значит пошел магазин купил китайское масло ну конечно масло вроде как нос домашним тоже не сравнить домашние маслица это домашние девочки свежая вкусная желтенькая такое ароматная не знаю в общем так что конечно тут труд коек одна мне значит пишет 1 она она наверно здесь не смотрит и там в тик токе и толику даже писала в общем мужа пожалей о изробила мужа вот девочки в чем я его изробила и вообще не понимаю вот в чем я изробила мужа муж работает как как обычный нормальный мужик семьянин который должен зарабатывать извините для семьи кормить семью да он уходит за коровой но вот он сегодня приехал с шадринской девочки у сальнивой сашка где ты там у меня приехал мне рассказать такая у него сегодня история он чуть на электричку не опоздал ну чё электричка уже тронулась он машет этому кто называться в блин машинист машинисту машет я буду че под электричку прыгнул а он не прыгнул ми просто начал махать электричка тронулась тут горит ходят милиционеры штук пять наверное мужика кричат я быть на них внимание не обращая потому что ну потому что если он никогда грится не остановит электричку все они ему кричат мужик это же тебе не автобус не такси я говорю я так напугался что он не остановится но слава богу человек оказался хороший машинист дай бог ему здоровья и он остановился девочки и муж мой сел и благополучно добрался до дому вообще надо же такие грунты чудик я понимаю он однажды автобус останавливал для друга у нас друг гостил и надо было ему до каменска доехать автобус не останавливаться никакую вот мимо проезжает и все там у нас сарина нет остановки вроде как они немножко подвыпили чем сделал он старый такой скотовоз автобус он скакнул ему на дворники и висит на дворниках сашка он одни остановился автобус то помнишь это другу то ты автобус то останавливал или он остановился все-таки на дворнике прыгнула ну ну человек под подвыпивший был под выпивший а сегодня решил электричку остановить но саде трезвый как как бы сейчас он не это не употребляет так что до рассказал мне не хотел рассказать думать я ругать все буду ну да я в год и остался бы на вокзале ночевать слава богу хоть до дома добрался так что все слава богу обошлось так ну и чё то это просто квашу-то вылить мне не выливаешь все ты все сделал там пишет я сейчас рассказываю одна пишет бедного что ты издробился беречь надо как беречь вообще не понимать как бречь жалеть я и так вот выходной воскресенье мускала никаких ты будешь отдыхать на диване что ты лежал я так думаю я не ссоре в субботу бутылочку пивом не здравствуйте я вижу конечно ну кто-то конечно за пиво а я считаю что это не отдых давай здоровье нужно беречь а пивом здоровье не как сейчас такое пиво и такие спиртные напитки что ты здоровья свое угробишь окончательно ну и все почему мужиков продолжительность жизни коротком что многие пьют они потому что они там изробились да ну конечно есть мужчины которые израбатываются действительно физически тяжелый труд но мужчина и должен физически тяжело работать ну не совсем что прям как раб на галерах но чтобы тратить энергию чтоб она восполнялась так что сейчас опять понаписывают мне скажут только ерунду говорит ну зайдите почитайте да когда мужчина тратит энергию она у него появляется еще больше даже по себе я вам воскресенье получается воскресенье мы ничего не делали до толком туда-сюда туда-сюда что-то маленько поделали все еще бессилие полное устала от того что ничего не делала почти ничего не делал а вот если целый день делаешь что-то крутишься вертишься как белка в колесе ну опять же я себя успокаиваю тем что если я целый день ничего не делала один день говорю надо всегда всегда позволять себе отдыхать потому что я потом больше работы сделаю так что вот так девочки такой вот у нас вечерок этому сейчас время то есть пол девятого уже доходит мы сейчас доме один сейчас поставим варить творог соберем сметану дела здесь доделаем и пойдем туда хорошо что я печку натопила но я думаю что печку еще придется топить потому что на улице днем не кажется как-то ветрено было вечером получше все равно уже холодно муж сегодня говорит такая холодильная ты про меня не промерз хоть говоришь за мной промерз я пока на вокзале сидел у меня все кости простые ну вот так вот простудиться можно одеваться надо теплее так что так что так девочки рассказала вам свой вечер вечерок чем вы занимаетесь вечерами пишите свои вечера в основном люди работают наверное придут с работы что-то поделают поужинают и отдыхать ложатся ну кто в квартирке живет а если своем доме допустим дает плюс еще кто-то работает и хозяйство держит а то пишут что и заработала мужика заработала как раньше жили вот я не знаю как раньше жилья все бабушка у нас покойница не очень помянута у нее дед был дед работал скотником дома две коровы держал сам даю вручную даю без аппарата может дает аппаратом и аппаратом подоить одну корову вот он подоил сколько ты по времени затратил полтора наверно да не болтай 15 минут аппарат дает он болтат ерунду ну плюс он всегда занимался огородом он огород пропалывал сам ты в огород вообще у нас в принципе огород ну нынче ладно там свекровь помогла мать твоя а так вот считай все эти годы огородом мы занимались огородом уж никогда не заниматься там плюс-минус мелочевку в кунте попаливается допустим там потаскать лейки тяжелый конечно он помогает мне да так что правильно говорю или неправильно не помню смысле не помнишь никогда это было ну хочу когда было да как мы помню что начни помню но не помнить вот ничего не помню да я вот все помню на вас так кошку выливать так что спасибо вам огромное друзья что вы пишете смотрите нас пожелание ваши приятно читать огромное всем спасибо так что так девочки живем на этом я с вами попрощаюсь болтала девочки на 17 минут вот чего я вам рассказала да ничего не рассказал кто-то написал девчонки спросе написали да что сена вот у нас по 1000 у нас тоже было когда по 800 рублей это мы еще когда-то покупали но с каждым с каждым годом цены растут что сделаешь мы еще получается в прошлом году на зиму сена купили по полторы тысячи а весной уже нам не хватило получается мы весной докупали сена и брали его уже уже по две тысячи рублей так что не знаю какие цены что сделаешь коровку держать хочется потому что свои продукты молочка и прочее так что ну что друзья все на этом я попрощаюсь скажу вам пока пока до скорых встреч саша выливают эту баночку да свежий творожок дети кушают творожок да матвейка матвейка кушает свеженький творожок да то тебе не магазинный всем пока пока выключится